Одежда для ведущих предоставлена магазином Монтан. За нелегальных работников директор может сесть в тюрьму. А таких руководителей в городе по спискам полиции десятки. Поляки приехали в Калининград, чтобы не просто рассказать, но и доказать жителям, что польское мясо самое вкусное и проблем, как с Литвой, не будет. Тем временем на Литву уже жалуются туристы. Тем, кто планирует выезжать в Клайпиду, стоит задуматься, а стоит ли ехать в этом направлении. Несколько миллионов рублей предлагают потратить архитекторы нашему зоопарку. И такие траты чиновников устраивают. Редис, выращенный по уникальной технологии, и малина, которой не страшны заморозки. В Калининграде открылась сельхохозяйственная ярмарка. Здравствуйте! В эфире служба новостей город в студии Мария Лукьянова. Главной теме. Очередная группа незаконных мигрантов из Калининграда в ближайшие дни отправится на родину. Сегодня в ходе рейда на центральном рынке полиция и ОМОН задержали около 80 иностранцев. В Пионерске ситуация оказалась куда хуже. У нелегальных рабочих в одном из общежитий при задержании нашли и наркотические вещества. На днях глава Федеральной миграционной службы Российской Федерации предложил ввести уголовную ответственность для работодателей, которые используют труд нелегалов. Тогда за решетку бы уже отправились около сотни местных бизнесменов. Что вы здесь делаете? Братан у меня. Братан. Урожайся. Что вы здесь делаете без разрешения на работу в рабочей форме одежды? На этот вопрос оперативников житель Средней Азии ответить так и не смог, как и десяток других иностранцев. За считанные минуты сотрудники ОМОНа обошли центральный рынок и близлежащие торговые центры. В ходе проводимых проверочных мероприятий было установлено порядка 80 иностранных граждан, которые осуществляли трудовую деятельность, либо просто пребывали на территории рынка. Из проверяемого количества граждан установлено 12 иностранных граждан, которые допустили нарушение миграционного законодательства. В настоящее время по каждому иностранному гражданину проводится дополнительная проверка сотрудниками полиции и подключенными к ними сотрудниками миграционной службы. После проведения дополнительной проверки будет решен вопрос о принятии комплексных мер реагирования в отношении иностранных граждан. Нарушителей миграционного законодательства хватает и в области. Это предприятие по переработке металла находится в поселке Прибрежный. Сотрудники полиции здесь уже не в первый раз. Законопослушными руководителей назвать сложно. У первого попавшегося мужчины проблемы с документами. Сколько ты здесь времени работаешь? На территории завода мигранты не только трудятся. Как оказалось, часть пособных помещений превращена в настоящее общежитие. Вот это твое место? Да. Ты здесь спишь? Работаешь ты кем? По Кинакузе. Кем ты работаешь, я тебя спрашиваю? Что ты здесь делаешь? На сегодня в отношении руководителей завода возбуждены уголовные дела по организации незаконной миграции. А это уже город Пионерск. Сложно представить, что в бараке на улице Южная могут жить люди, но их здесь больше десятка. При досмотре вещей сотрудники полиции нашли у одного из них запрещенное наркотическое средство. Ты нож кидаешь, куришь его. Это наркотики. Ты знаешь, что это запрещено? Во всех стихийных жилищах творится хаос. Разбросанные вещи, ободранные стены и бутылки из-под алкоголя. За 9 месяцев текущего года сотрудниками УМВД во взаимодействии с УФМС, УФСБ и УФСКН проведено 78 крупномасштабных рейдов по выявлению иностранных граждан, нарушающих миграционное законодательство Российской Федерации. В результате проведенных мероприятий проверено свыше 5000 приезжих граждан из стран Закавказья и Средней Азии. Всего в ходе ряда профилактических рейдов обнаружили около 2000 незаконных мигрантов. Вскоре их всех депортируют из страны на родину. И на такие усиленные проверки у правоохранителей есть свои причины. По данным Следственного комитета, каждое третье жестокое преступление в России совершают нелегальные мигранты. В Калининграде вчера, 23 октября, полиция задержала жителя Узбекистана, который чуть не зарезал своего сожителя. Теперь 31-летний мужчина задержится в нашей стране лет на 8. Именно столько предусматривает статья, по которой в отношении иностранца возбуждено уголовное дело. Светлана Федорова, Максим Кириченко, Георгий Моторин. Служба новостей. Город. Другим темам. В четверг в Калининград прибыла делегация польских мясопереработчиков. Они презентовали собственную продукцию и ответили на вопросы корреспондентов, касающихся не только мяса, на которые, кстати, больше месяца назад ввели усиленный контроль, но и приграничного отношения. Не боятся ли соседние Польши повторения ситуации с Литвой? И почему на польско-российской границе скапливаются большие очереди? Выясняла Анастасия Данникова. Свою продукцию показать и калининградцам. Рассказать о безопасности и качестве польского мяса. В город прибыла целая делегация из соседней республики. Но вопросы у журналистов к мясопереработчикам были. Еще в феврале в СМИ появились сообщения, что в польской говядине присутствует конина. Чуть позже в овощах обнаружили бактерии диоксин в мясо. Но, как заверил на пресс-конференции вице-президент агентства сельскохозяйственного рынка, проверки показали – это был не польский продукт. В Россию экспортируется около 15% польского мяса. Но в конце августа Россельхознадзор вел ограничение на ввоз мяса молочной продукции в нашу страну, ссылаясь на несоответствие ветеринарных сертификатов самим товаром. Тогда калининградцы забеспокоились – неужели польской колбасы не останется на прилавках? А вслед за этим сообщением Онищенко полностью запретил ввоз литовских молочных продуктов в страну. Мы поинтересовались, не боится ли Польша подобного запрета. У меня очень жесткий контроль за качеством продукции. Но как оба министра пришли к выводу, что при таком масштабе нашего товарооборота в этом секторе, конечно, могут происходить единичные случаи. Конечно, обманщики всегда есть. И самое главное – их вовремя обмануть. Люценз Волок отметил, что две недели назад на встрече министра сельского хозяйства России и Польши пришли к выводу, что польские продукты безопасны и соответствуют всем требованиям. Обсудили на конференции вопросы приграничного отношения, почему на польско-российской границе автомобили и фуры стоят по несколько часов. «Воевода» объяснил просто. «Мы не можем не замечать того, что на границе что-то меняется, и мы видим более интенсивное движение. Но это не связано с плохой работой служб с обеих сторон. Просто потребности ездить туда-обратно возросли». Сэкономить в первую очередь свой семейный бюджет стараются и россияне, и поляки, поэтому сотрудничество между странами очень тесное. По словам воевода, россияне ездят в Польшу за одеждой, электроникой и продуктами, а поляки в Россию – за сигаретами и бензином. Кстати, 2015 год объявлен годом Польши в России и России в Польше, поэтому наши отношения, заверили представители делегации, станут еще более тесными. И продолжая тему отношений с нашими европейскими соседями, нельзя не сообщить информацию для тех, кто собирается отправиться в Литву. На одном из местных порталов появились фотографии, которых испугается даже профессиональный водитель. Дорога в Клайпиду через Куршскую косу превратилась в настоящее бездорожье. Это участок Неринги. Автомобилисты стоят в многочасовых пробках, в грязи вязнут даже внедорожники. Почти 10 километров дороги превратились в непроходимую трассу, особенно для легковых машин. Сейчас на этом участке трассы идет ремонт. Его ждали 6 лет. К концу недели литовские дорожники обещают привести в порядок хотя бы одну полосу. Сами же литовцы готовы терпеть такие неудобства. Но только не владельцы бизнеса. Из-за ремонта у многих сорвались сроки доставки грузов. 27 октября европейские соседи Калининграда, Польша и Литва перейдут на зимнее время. Таким образом, разница в часовых поясах между Польшей и Калининградом увеличится на 2 часа, а с Литвой на час. Так, если в Калининграде время 13.00, то в Литве полдень, а в Польше, соответственно, 11 часов. Россия же в этом году снова не переводит стрелки часов. Благодаря этому люди не только не путаются во времени, но и по одной из версий экономят электроэнергию. Напомним, от зимнего времени страна отказалась в 2011 году. Несмотря на несогласие многих россиян, экспертов и чиновников, Верховный суд отказался возвращать зимнее время. И спор, который не утихает до сих пор. Многие эксперты уверяют, что перевод часов сказывается не только на экономике, но и на здоровье людей, как физическом, так и психологическом. Так ли это на самом деле, мы решили узнать у профессионального психолога Светланы Ананиной. Вот проблема только в одном. Принимаем мы это, либо не принимаем. Потому что на самом деле человек должен научиться принятию того, что есть, принятию того, что лучшее. И помочь своему организму в это лучшее встретиться. Лучше это принять, тогда не будет страданий, тогда не будет напряжений. И ваш организм, знаете, встроится в любую систему, если вы так ему подскажете. К другим темам. Подводный обзор плавающих пингвинов, панорамные вольеры и новый центральный вход. 24 октября на заседании Гурсовета представили новую амбициозную концепцию Калининградского зоопарка. Территорию предложили разделить на семь географических зон. В каждую заселить отдельную группу животных. Большую часть из них посетители смогут наблюдать круглый год. Идея проекта принадлежит польскому архитектору Марику Наконечный. Общая стоимость около 2 миллиардов рублей. После реконструкции некоторые вольеры будет просто не узнать. Например, площадка для носорогов будет выглядеть примерно вот так. Для животных планируют даже построить отдельный водоем. А вот на такой территории, по мнению сотрудников зоопарка, должны жить медведи. При этом задача номер один – сохранить баланс между новинками и историческим прошлым. Находок очень много. Мы использовали, наверное, самую креативную идею современных европейских зоопарков. Мы осматриваем в невероятных количествах европейские сайты. Но в то же время мы сохраняем все исторические объекты. Властям новый проект пришелся по душе. Ведь подобных зоопарков в России нет. Однако свое окончательное слово они скажут только после совещания с администрацией. Провести его планируют до конца октября. Если проект примут, основную часть строительства планируют закончить к чемпионату мира 2018 года. Смотрите во второй части нашего выпуска. С января платежка за коммуналку вырастет. Ведь платить придется еще и за капремонт многоквартирных домов. Модерн-докинг на благо искусства. Калининградка делает картины из старых аудиокассет и готовится к первой персональной выставке. Редис, выращенный по уникальной технологии, и малина, которой не страшны заморозки. В Калининграде открылась сельхохозяйственная ярмарка. Эти и другие новости после короткой рекламы. В эфире служба новостей город и мы продолжаем. Калининградцы и жители других регионов смогут выбрать программу капитального ремонта в многоквартирных домах. Накапливать средства самим и решать, как им распоряжаться, либо поручить это региональному оператору. В обоих случаях обещают поддержку государства. С 1 января ежемесячно платить за капремонт будут все собственники жилья. Сегодня в Калининграде проблемы и развитие ЖКХ обсудили на Всероссийском совещании во главе с зампредом правительства Дмитрием Казаком. Рано или поздно любой дом нуждается в ремонте, считают федеральные чиновники. Но полностью его обеспечить государство не в состоянии. Участие самих собственников необходимо. Поэтому и идет разработка региональных систем капитального ремонта. С 2014 года будут платить все. Неплательщиков будут наказывать. Ежемесячные выплаты по России от 4 до 9 рублей за квадратный метр. В Калининграде точную цифру назовут до конца года. Концепция уже готова. При этом собственникам предложат два варианта. Каждый собственник должен на своем собрании многоквартирного дома определиться. Вы будете накапливать индивидуально или вы все-таки войдете в региональную систему капитального ремонта, которая сейчас создается практически по всем субъектам Российской Федерации. От того, каким образом вы выберете систему, на самом деле софинансирование будет оказано и в том случае, и в другом. Ближайшие три года из федерального бюджета на программу капремонта выделят 18 миллиардов рублей. Плюс еще деньги регионов и муниципалитетов. В этом году из регионального бюджета Калининградская область получила полмиллиарда. Из федерального бюджета, региональные и муниципальные бюджеты должны помогать гражданам, исходя из доходов населения, в соответствующих бюджетах, исходя из состояния живого бюджета, должна оказываться финансовая помощь. Мы будем помогать гражданам решать эти проблемы. По словам Дмитрия Казака, в первую очередь займутся домами, которые нуждались в капитальном ремонте еще во время приватизации квартир. Тем, кто выберет региональную систему власти, дают гарантию. Полная прозрачность в распределении средств, точные сроки выполнения. В Калининграде открылась 16-я международная сельхохозяйственная выставка. На прилавках только натуральные продукты фермеров и крупные сельхозпредприятия. Самыми востребованными и заметными оказались витрины типичных садоводов. Посмотрев на эти столы, глаза и правда разбегаются. Такой урожай бывает и в октябре, и не помеха ему сильные заморозки. Здесь у дачников можно приобрести свежий салат, редиску и даже болгарский перец. Людмила Петровна, как участник выставки, удивила всех урожаем ягод. Этот сорт вообще ремонтантный, но в данный момент мы его выращиваем так, чтобы он давал нам урожай только один раз осенью. Мы срезаем его на зиму, он с весны заново нарастает и к осени вот такие ягоды. Гордость соседки по витрине урожай декоративной капусты, а также свекла и морковь, выращенная по особой методике, секрет которой Наталья Анопочкина держит в тайне. Ну самая большая гордость у нас в нашем СНТ Лазурное, что мужчины выращивают на своих садовых участках вот такие прекрасные тыквы. Также помимо самих продуктов на выставке можно купить семена овощей и цветов, попробовать продукцию различных производителей области и познакомиться с новичками в сельхозбизнесе. Выставка будет проходить с 24 по 26 октября в выставочном центре «Балтик Экспо». Елена Кивенко, Екатерина Колесниченко, Служба новостей, Город. Паспорта начнут выдавать прямо с рождения, продавать сим-карты на улицах запретят, а негодных служить в армии отправят на заводы. С этими и другими не менее интересными новостями вас познакомит моя коллега Кристина Булыцына в нашей постоянной рубрике «Короткой строкой». Здравствуйте. У Геннадия Онищенко новый пост. Теперь он помощник главы правительства. Документы о его назначении уже подписаны. Официальное распоряжение появилось на сайте правительства накануне вечера. По словам пресс-секретаря Дмитрия Медведева, премьер-министр сам предложил Онищенко эту должность еще в 2012 году. Напомним, бывший главный санитарный врач России покинул свой пост в связи с окончанием срока полномочий. Продавать сим-карты на улице запретят. В Госдуме приняли соответствующий закон. Теперь продажа карт для телефонов разрешена только в официальных центрах. Нарушителям грозит штраф от двух до двухсот тысяч рублей. Введут санкции за предоставление оператору недостоверной информации об абонентах. Этой мерой планируют пересечь действия мошенников и террористов. Законочно действовать с 1 января 2014 года. Паспорта будут продавать с рождения, правда не бумажные, а электронные. Их ведут в 2015 году. Это будут пластиковые карты со встроенным микрочипом. Выдавать их будут на 10 лет всем гражданам России. А бумажные документы разрешат использовать до 2025 года. Закон разработала Федеральная миграционная служба. Таким образом планируют повысить защищенность документов. Вместо армии завод депутаты Госдумы предлагают призывать негодных по здоровью на альтернативную службу. А это молодые люди с разными группами инвалидности и без права на работу. Сейчас все граждане России обязаны служить в армии независимо от их религиозных и политических убеждений. При этом Миноборона насчитывает почти 250 тысяч уклонистов. Свет, камера, мотор. Зеленоградский снимает сериал для одного из федеральных каналов. Рабочее название «Поиск улик». Уже известен жанр фильма «Это детектив». По сюжету часть эпизодов проходит в курортном городе. Именно для этих сцен сценаристы и выбрали «Зеленоградск». Режиссер фильма Илья Хатиненко. Его отец известен по фильму «72 метра и гибель империи». Курсы валюты 25 октября. Доллар США – 32 рубля 66 копеек. Евро – 43 рубля 72 копейки. Литовский лит – 12 рублей 64 копейки. Польский злотый – 10 рублей 44 копейки. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА К выставке готовится еще одна «Калининградка». Правда, не сельскохозяйственная, а скорее дизайнерская. Ведь воображению героини нашего следующего сюжета нет предела. Из подручных материалов Севиль Азизбекова делает настоящие шедевры. Европейские страны не перестают вдохновлять талантливую девушку. Сейчас Севиль готовит выставку своих работ. В творческом процессе поучаствовала и наша съемочная группа. Говорит на пяти языках, пишет мистические рассказы, играет на музыкальных инструментах и постоянно удивляет друзей и родных своими хендмейд-работами. Последняя творческая находка Севиль – картины с аппликацией из пленки. Лист бумаги, черная гелевая ручка, маркер и клей. Такая поделка не займет много времени. Главное – раздобыть старые аудиокассеты. Друзья приносили, насколько я знаю, модерн-толкинг, какие-то такие поп-группы 80-х, 90-х годов, которые уже не жалко было мне отдать. Друзья поддерживают увлечение и с удовольствием дают Севиль нужные материалы. Взамен получают готовые картины, главной героиней которых уже долгое время остается незнакомка. У меня был опыт, когда я рисовала с натуры, и это было очень сложно. Живой человек, конечно, сложнее срисовываться живого человека, потому что постоянно двигается, и как бы он не замирал, все равно это тяжело для меня. Тяжело для Севиль рисовать и образы мужчины, поэтому от него художница отказалась. Зато с удовольствием изображают природу и особенно деревья, у которых вместо листвы – конфетти. На такие растения ее вдохновила Германия. Когда я гуляла там, поднимался ветер, и вихрь из сухих листьев, из этого конфетти просто настолько красиво все завертел, закрутил, и потом уложил это на асфальт с таким красивым узорчатым рисунком, и я подумала, что это идея. Идеи для своих хобби Севиль черпает в путешествиях. За свои 22 года исколесила всю Европу и открыла в себе талант дизайнера. Теперь в ее доме нет пустых стен. Еще одно увлечение Севиль – посткроусинг или обмен открытками. Четыре года назад она отправила свою первую открытку в Нидерланды, и теперь в ее коллекции. Больше сотни разнообразных карточек со всего мира. Показать свои работы калининградцам и провести мастер-класс по хедмейду – мечта креативной девушки. Реализовать свои планы в одиночку – непростая задача, поэтому сейчас Севиль ищет творческих единомышленников. Дарья Веклич, Радамир Тарасов, Служба новостей «Город». И это все, о чем мы успели рассказать вам сегодня. Если вы стали свидетелем уникальных событий, знакомы с необычным человеком, или вам нужна помощь, звоните к нам в редакцию по телефону 91-94-04. Или пишите на наш электронный адрес – канал 1-собака-мейл.ру. Напоминаю, что все наши новости дублируются на сайте 1городской.ру. В студии с вами была Мария Лукьянова. До встречи в эфире и хороших вам новостей. Одежда для ведущих предоставлена магазином «Монтан». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова